Усиленные мобильные платформы 6 серии или просто бронекостюмы УМП произошли от самых первых боевых экзоскелетов, применявшихся на Земле еще в середине 21 века, за сто лет до событий фильма «Аватар». Участвуя в многочисленных военных конфликтах в различных климатических условиях, от Арктики до джунглей и пустынь, экзоскелеты на протяжении десятилетий постоянно дорабатывались и совершенствовались. Со временем были разработаны полностью закрытые и герметичные модели для защиты оператора в токсичной окружающей среде. Костюм активно применялся в колониях Марса и Луны с дополнительно установленными монотопливными керамическими турбинами. Проверенные временем машины оказались просто бесценными в непригодной для человека атмосфере Пандоры. Коренное население планеты, НАВИ, придумало костюмом УМП свои названия, которые дословно можно перевести как «щит, который ходит» и «ходячий не демон». Высота бронекостюма составляет 4 метра при ширине почти в 2. Управляемая человеком, эта многоцелевая машина значительно увеличивала силу и мобильность как солдата, так и обычного рабочего, обеспечивая при этом защиту от военных и экологических угроз. В отличие от ранних, предназначенных исключительно для боемоделей, в которых оружие было встроено в конечности бронекостюма, усиленные мобильные платформы шестой серии являлись универсальными машинами. Руки УМП в точности повторяли движения рук оператора, в том числе движения отдельных пальцев, которых у машины было такое же количество, как и у человека. Сервомеханизмы в конечностях имели систему обратной связи, блокируя движение рук оператора в момент столкновения конечности костюма с препятствием. Подключенный к УМП человек мог в буквальном смысле чувствовать все действия костюма, а потому даже в полной темноте оператор был способен на ощупь выполнять определенные действия. Ноги костюма приводились в движение педалями. На самом деле датчики на ногах работали не так, как на руках. Ограничители, полностью окружавшие ноги и ступни оператора, были почти неподвижны, но при этом датчики чувствовали прилагаемую силу и направление движения, а бортовой компьютер активировал соответствующие запрограммированные движения ног. Броня костюм понимал намерения подключенного пилота, рассчитывал особенности местности и темп, необходимый для выполнения сбалансированных движений. Благодаря использованию гироскопов и чипов устойчивости УМП почти никогда не падали. Если оператор получал серьезное ранение или был убит, костюм активировал встроенную функцию возвращения на базу. Используя усиленную мобильную платформу, оператор мог пробить ударом руки ствол дерева, поднять грузовой контейнер весом в полтонны или же построить дом из панельных блоков без посторонней помощи. В бою броня костюм обеспечивал огневую поддержку пехоты и защищал своего водителя от неблагоприятных условий окружающей среды. Оружие, которое мог использовать оператор, было невероятно эффективным и смертоносным. Каждый УМП был вооружен 30-мм автопушкой ГАО-90, длина которой превышала 2 метра, а вес равнялся 100 килограммам. Пушка могла произвести 250 разрывных, бронебойных или зажигательных выстрелов в минуту. Другим нестандартным оружием был боевой сверхпрочный самозатачивающийся керамический нож. Чтобы соответствовать размерам костюма, лезвие ножа было почти метровой длины, привесив 34 килограмма. Нож был способен без труда разрезать большинство металлов и являлся излюбленным оружием спецназа. На Пандоре же нож в большинстве случаев использовался для расчистки густой лесной местности, реже как оружие ближнего боя. В зависимости от ситуации, оператор УМП костюма вместо автопушки мог использовать огнемет и мины. Это все на сегодня, если вы хотите услышать больше о вселенной Аватара Джеймса Кэмерона, а поверьте, рассказать есть о чем. Пишите об этом в комментариях. И конечно же, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте и ставьте лайки. Спасибо и до встречи!